Прежде чем начать тему, прошу тех, кто недоволен моим отношением к некоторым посетителям, сходить в лес. Подойти к ближайшей березе, можно к дугу. Постучитесь три раза об ствол лбом. Спросите у дерева, почему монах такой неадекват. Если не ответит, повторите. Если дерево ответит, то бегите на прием к психиатру и записывайтесь на стационар. Там вам санитары при помощи галлоперидола и смирительной рубашки пояснят, почему не следует откусывать руку, которая вам протягивает помощь и знания, и насколько тяжело культяпкой нести в массы доброе и светлое. Спасибо за понимание. Приветствую всех на своем канале. К сожалению, я все никак не мог долго сделать этот выпуск. Раз пять пытался, но все безуспешно. Сегодня очередная попытка. Причина была довольно серьезная. Об этом я расскажу в самом конце. Надеюсь, вы все поймете и оцените. А многие будут даже в шоке. А пока приступаем к обзору. Значит, я подготовил четыре генератора. Один из них испытываемый. Это тот, которым я постоянно пользуюсь с увеличенной мощностью два раза. Это то, что стандартное, которое я для клиентов, для знакомых делаю. То есть тот, который у меня был в обзоре. Это вот старый горелочкин Дэном. То есть еще года два назад, когда я вот перебирал всякие разные генераторы, испытывал, проверял. Вот это один из них на стандартном сиритовом кольце, на контуре, в общем, со своими забабонами. Я это все расскажу, покажу и мы сравним это все вместе. То, что с моим арсеналом торов и плоских и предоставленных. Не знаю, успели ли я сегодня способом разобраться, потому что тут очень много у меня планов. Как вам и что показать, я думаю, не влезу по временем. При этом, наверное, будет еще один выпуск. Значит, что у нас сейчас с этим генератором? Я его подключил к стандартному блоку питания, его стандартному блоку питания, который нерегулируемый, как я говорил, я замерял. У него вот с такой нагрузкой около 8 вольт на входе, потребляет он около 0,3 ампера. Мне пришлось наделать кучу переходников, потому что у меня совершенно другие разъемы, все другое, я ничего никак не могу ни так, ни сяк не подключить. Пришлось перемудрить все с разъемами. Вот сделал переходники. Значит, тут я буду показывать осциллографом характеристики. Пока все в сторону, кроме него. Значит, что именно мы будем смотреть осциллографом? К сожалению, большинство ребят, которые мало сталкивались и понимание, так сказать, унесла бы я по поводу вообще, как это все работает, они традиционно стараются думать, что это все-таки у них катушка, подчеркивал, что это не катушка, это конденсатор, и вот это конденсатор. Пусть и плохой, но это конденсатор. И когда вы что-либо замеряете в генераторе, вы должны подходить с точки зрения конденсатора, ну или некоего конденсатора, который ведет себя слишком активно, но никак не к контуру, никак не к катушке. Вы подключаете вот эту приблуду, и она гальванически никак не соединена с выходом генератора, то есть это не динамик, это не нагрузка резистивная, это не лампочка, то есть не пассивная, не активная, она никак вам не нагружает сам генератор. Как это должно быть традиционно, и как тогда производятся замеры. Если вы сюда колонку подключили, да, вы можете смело осциллографом на выход генератора, и смотреть частотные характеристики, что у вас там происходит. Ну это нагрузка. Колонка или динамик имеет конечное сопротивление начальное, то есть у него есть пассивное сопротивление, у него есть активное сопротивление, у него есть спектр частот, которые он воспроизводит, и он не имеет особого резонанса. Там есть, конечно, во всех динамиках какой-то определенный резонанс, который старается избавиться, наоборот. А нам как раз интересен вариант, когда здесь резонанс, то есть все противоположно, но почему-то все меряют традиционно. В результате, в непонятках постоянных, что же происходит, почему у меня не синусоида, почему у меня такие характеристики, и что-то за такие данные. Потому что вы делаете все неправильно. Как надо правильно делать, вот единственное, как правильно замеряется, выход генератора, подключается через резистор, вот у меня здесь один из вариантов, вот я подключаю к генератору, последовательно резистор, 1 Ом, может быть 0,1 Ом. И дальше уже подключаете к генератору, или к плоской. И вот на этом резисторе, именно этом резисторе, вы замеряете характеристику. Именно на этом резисторе возникают токи и падение напряжения, которые можно, по крайней мере, адекватно замерить и распознать. То есть, вот этот резистор, дает возможность посмотреть, насколько вот здесь нагрузка активна. Больше никак. Если вы просто меряете выход генератора, как это делают обычно, вы видите просто какие-то непонятные всплески от некого активного устройства, который не имеет нагрузки как таковой. То есть, он находится в какой-то активной фазе, своей, своей жизнью он живет. И может, из-за того, что здесь возникают серьезные вихревые токи, которые на концах порождают десятки тысяч вольт, по какой-то причине. И создают здесь целое облако статическое, естественно, с динамикой. Как-то они порождают это. Хотя, частотные характеристики, если мы берем обычные радио, паразитные излучения, замеряем, то они небольшие. Они явно не соответствуют тому, что должно быть, по идее. И вот мы замеряем это нечто и видим, что у нас почему-то на генераторе выход там 10, 20, 50, 100 вольт. Вот, чем отличается, вот, у Горелочкин генератор, особенно старого типа. Вот, в новом образце я уже не увидел этих 100 вольт. А вот здесь они присутствуют. Я их покажу. И вот вы меряете эти 100 вольт и удивляетесь. А почему? У меня там 100 вольт. Как генератор там на 6, 8 вольт питания, а у него на выходе, на выходе генератора 100 вольт. Амплитудного значения. Как такое может быть? Мы меряем на резисторе, у нас там, например, 0,5 вольт падения напряжения. Амплитудного тоже. А почему-то 100 вольт. И есть такие вот, всякие перуны. Знаете, наверное, такого товарища, который активно продает очень мощные генераторы и эти системы. И хвастается, что у него там по 400-500 ватт генераторы. Хотя у самого, если посмотрите, блок питания на 12 вольт 2 ампера. Китайские левые. То есть сам блок питания, учитывая, что, как я уже рассказывал, что блок питания нельзя использовать на полную мощность, только на половину. А тем более китайский. То максимум, то, что он использует, ну, может ампер с него и выкачивает. То есть где-то там 10, ну, 15 ватт может быть. Этот генератор у него потребляет, не выдает. Он потребляет. Потому что он его разгоняет. Там до 200 вольт у него, там он хвастается. Там 200 вольт, полтора вольта. Вот вам, пожалуйста, там 300-400 ватт. А блок питания всего на 10 ватт. То есть КПД, то да сё, пятое, десятое. И выходит, что там всего 2-3 ватта выдается вот нагрузку чистых. 2-3 ватта. А он считает, что у него 200-300-400 ватт. Вот такая вот коммерческая у него эта особенность. А на самом деле, это статическое. То, что вы видите, там 80-100 вольт. Это статическое, проскакивает назад. Вот эти 10 тысяч вольт, которые там на концах этих проводов, и которые жгут, там вот искры идут. Видно. Там на несколько миллиметров дуга вот такая вот. Все ж видели. Она проскакивает назад. Но генератор не сгорает от этого, потому что там тока нет. И генератору фактически всё равно. Так как он с выходным каскадом. Поэтому, единственное, что мы можем замерить, это только резистор. Всё остальное, всё, что мы видим, там какие-то искажённые синусоиды с провалами, там с эмплозией, как там придумывают. Вот тоже вот такие вот традиционники начинают придумывать всякую туфтень. Будем так говорить. И вот они придумывают там что-нибудь. Как-то надо назвать по-другому. Что же они видят. Сами не понимают, чего видят. Но надо что-то назвать. Называют эмплозией. Резонанс должен быть. Настоящий. И максимум получения статики. Ведь понимаете, в чём дело? Вот автомобиль. Он едет с какой-то скоростью. Вот вас интересует в автомобиле, в первую очередь, что? Как он может с какой скоростью ехать? Ну, динамика. То есть, ну, главная скорость. Правильно. Вот. Но вы же эту скорость не будете по выхлопной трубе замерять. То есть машина стоит, вы замеряете выхлопную трубу. Машина на первой скорости селит. Вы замеряете выхлопную трубу. У вас мчится там на шестой передаче 200 км в час. Вы замеряете. Опять трубу. И что вы видите? Вы видите какой-то дым, который валит из трубы. И как вы считаете, что это правильно? Ну, или по расходу бензина, горючего, например. Вот у вас горючее какое-то там идёт, течёт. Вот. И вы там поставили экономайзер. И смотрите. Вот у вас идёт потребление горючего. И вот вы по нему смотрите мощность двигателя. или скорость движения автомобиля. Вам же надо конечные данные. То же самое, как и здесь. Вам нужно конечный результат. То, что он даёт статического электричества. Или точнее, того целебного излучения. Это даже не просто статическое электричество. Того целебного излучения, которое, конечно, действует на организм человека. Вот это надо замерять. И я вам стремлюсь постоянно. Вот датчики новые вам показываю. Вот сейчас хочу всё создать. Но не хватает никак времени. Создать датчик чувствительный достаточно, чтобы он, по крайней мере, ну, как минимум на полметра работал. И мог показывать какое-то отношение. И вообще можно было хоть какой-то иметь единицу измерения. То есть ввести некую единицу измерения, по которой можно было бы определять эффективность вот этих всех излучателей. Но надо на всё время. Мне вот просто в катастрофическое время на всё не хватает. Но постараюсь такое сообразить. Давно в мыслях кручусь. Значит, поехали. Вот у нас генератор. И вот мы, например, подключаем плоскую. Значит, вторым щупом, что мы можем замерить, это максимум. Даже не места мало. Вот положить для контроля. Имеете в виду, так тоже, вот так вот. Вот так мерить. Тоже можно только чисто для контроля. Ни в коем случае так не замерять. У вас здесь, вот так вот, всегда будет синусоида. Всегда. Что бы вы не подали на вход. Потому что, вот, сам контур, который здесь образуется, или то, что здесь излучается, оно всегда будет синусоидальным. Природа такова. Это только, может быть, чисто для контроля. Ну, если вы знаете, что вы делаете, вы там фазы можете туда-сюда, там проверять, смотреть, стенку плохо и так далее. Только, опять же, это все нафиг не надо. Не это главное. Для синхронизации. Вот, в общем, что мы смотрим. Дело в том, что этот генератор, и мне пришлось разобрать, сперва. Так что я уже побывал внутри, глянул, кое-что исправил. Там были проблемки, холодная пайка. И он, как-то, когда я его подключал первый раз, он, ну, слабовато работал. Я решил выяснить, почему. Оказалось, все-таки, он был не очень настроен. Вот, он вообще там показывал где-то 400, где-то вот. А сейчас это аж под 800 скачет. Ну, у меня тут, к сожалению, слишком много помех, много аппаратуры, много всего. Очень много проводов, подключений. Поэтому здесь чуть-чуть может, конечно, вот, характеристики скакать. Не обращайте внимания. А мне это исправляет новым влом. 320 кГц и почти 800 милливольт. Падение напряжения на резисторе в 1 Ом. Вот у меня тут есть индикатор. Наличие, работает ли генератор или нет. Вот так вот мы можем замерить, что у нас есть. Теперь, если мы хотим все-таки замерить выход генератора, тут немножко, вот так вот. так, делаю 1,10. И вот смотрим, у нас 6, 0,6, это на 10, 6 вольт амплитуды с генератором. Ну, как-то даже соответствует его питанию, около 7-8 вольт питания. примерно соответствует. Хотя, обычные генераторы, я сейчас покажу. Вот сейчас я включаю его старый образец. пока мы убираем в сторону. И включаем старый образец. если это старый образец. Подключаем, что мы видим страшную картину. Вот я уменьшаю сейчас 75 вольт. 7,5 делим на 10. 75 вольт амплитуды. Представляете, какая тут моща сейчас прет. Прямо ужас. И вот многие ведутся на это. Причем синусоида здесь непонятно какая она может быть и заваленная и неровная. Это не имеет значения, потому что мы не видим настоящего положения вещей. Это не генератор выдает. На самом деле. Это последствия обратной волны, которая прет уже из вот этого конденсатора. а теперь почему это конденсатор все-таки. Правда? Почему это конденсатор? Я уже показывал в своих выпусках когда-то. Но еще раз покажу. Вот смотрим. не видно. Вот сейчас измерение емкостей. И мы видим что 2,3 нФ. То есть 2,3 пик. Кстати очень сильно завышенная емкость у этого у этой плоской. Обычно до 1000 должно быть. ну это уже тут очень плотная хорошая намотка и видать очень тонкий лак какой-то. Я не знаю потому что я вижу вообще такой впервые именно такой лакированный провод. Вот здесь около 1000 вот этот вот замерим другие вот возьмем на МГТФ 500 Трифелляр 650 650 лакиров плоские не буду понятно это конденсатор и вести он должен себя как конденсатор но со своими заморочками так как у него обкладки подключены друг другу встречную вот смотрите я вот хотел показать это когда-то хотел сделать целый выпуск вот это конденсатор вот это катушка если ее разобрать там лента точнее две ленты сложные вместе с изоляцией вот очень древний конденсатор которым не знаю лет 60-70 наверное то ли с японского то ли с немецкого телевизора если внимательно посмотреть там видно рулон то есть катушка вот разобранный конденсатор везде видно что это ленты то есть везде видно что это катушки ну тут специальные технологии применяется чтобы индуктивность уменьшить это вот все все когда-то хотел показать все но не находил времени собрал целую коллекцию конденсаторов вот смотрите то же самое два рулона конденсаторов катушек соединенных специально вместе так чтобы компенсировать друг другу индуктивность надеюсь понятно вот тоже конденсатор но воздушный но он не рулон но тоже конденсатор теперь смотрим вот у нас старый дэн дэновский генератор который выдает амплитуду там 70 80 вольт вот так что запомните мы не меряем выход генератора это бесполезно вот тут он 0 3 вольта 300 мили вольт и вот еще этот дэновский почему он мне не нравился потому что он завышал частоты вот эти 350 килогерц хотя на самом деле нулевом месте посмотреть другом генераторе вот как и на том который новый там 320 килогерц то есть надо было шаманить с тем контуром внутренним на 10 миллигенри там с конденсатором для того чтобы подогнать частоту то есть фактически получалось что резонансная частота этого конденсатором она получалась неестественная что меня очень не устраивало и вот что мы видим тут у нас это есть вот у нас индикаторы показывают как все живое живет ну конечно тут мы не будем ничего не увидим поэтому тут бесполезно смотреть так как это все таки не мгтф ну вот если мы подключаем вот например трифляр с мгтф то явно амплитуда тут увеличивается но частота опять же здесь завышенная здесь у него 285 килогерц и вот тут уже появляется хоть что-то вот уже индикатор светится вот сейчас у нас вот такие данные я подключаю другой генератор вот этот но тут тоже светится ну вот видим здесь вот натуральная частота у него 265 но тут у меня к сожалению помеха какая-то идет но тоже не обращайте внимания но это у меня тут с этим помехами еще бороться и подключаем генератор в два раза мощнее естественно тут явно видно что все значительно ярче тут уже у меня и светится что-то видно что светится вот тут вообще уже как-то затенять надо видите да что все горит вот амплитуда вот 1.2 вольта то есть там было 500 600 то есть два раза два раза вот частота примерно та же возвращаемся к этому генератору вот смотрим что на этом вот довольно таки серьезно показывают то есть выше среднего но это уже после того как я с ним поработал с этим генератором теперь он где-то около 800 показывает тоже скачет почему-то на этом и вот смотрим что амплитуда у него и синусоида вполне приемлемая все нормально все более менее чисто нормально хотя я еще раз повторяю это особо не важно подобие синусоиды должно быть естественно явно не должен быть меандр или там треугольник или пила именно что похоже на синусоиду остальное не важно что он там заваленный фронты или еще что-нибудь это не столь важно значительно важнее конечный результат в выхлопном не важно так теперь смотрим дальше смотрим плоскую смотрим плоскую вот как я сделал тут переходник и смотрим резистор который 1 Ом все видим все нормально чисто 750 ну как опять как ни странно 320 кГц я вот эту странность заметил что и здесь 320 кГц и на этой и даже на посохе что очень странно почему так совпало хотя на всех моих показывают частоты те которые соответствуют теперь опять же смотрим что у нас тут может быть потому что в принципе если так по мощности смотреть вот это именно мощность потребления того что сюда поступает как оно ее уже реализует насколько эффективно это я же говорю что это уже другой разговор насколько мы достигли скорости машины ну по крайней мере ничего не показывает теперь я беру свою на МГТФ и вот смотрим я подключил плоскую на МГТФ тот же генератор все тоже вот он смотрим тут тут частоты и что у нас происходит по этому поводу ну как видите все горит и очень хорошо чувствуете разницу? то же самое и здесь как видите все горит как видите ну сами видите все довольно ярко и заметно беру другую показывает показывает но все то же самое то есть видите главное не критерии сколько она там потребляет сколько ну и как ну то здесь падает частота у меня завышена на ней поэтому я ее так для экспериментов держу на повышенной частоте то есть крайняя частота на ней проверяю на генераторах так вот я вам показал на этом генераторе теперь мы посмотрим внутренность этого генератора как я вам сказал я уже сюда заглядывал уже поисправлял то что было не совсем нормально сейчас покажу что именно сейчас покажу что именно и настроил значит для обзора ну сделано аккуратно сделано хорошо продавитой парой одножильные то есть она ну как для одного раза то есть сделали и забыли это нормально но если вот как лазить сюда постоянно эти вот конечно будут проводнички обламываться со временем ну кому то здесь надо лазить кембрики одеты все здесь в порядке даже резерв разъемов под разные варианты но моего почему то нет и схема горелочкина последняя с его оптроном который уже не дает видать реактивки и не дает смещения частоты а может так удачно получилось пока не знаю я это не анализировал мне это не интересно значит вот пайка конечно рекомендовал бы все таки брать универсальную плату с проводниками как у меня тогда не надо было бы этих перемычек делать и вот тогда было здесь вот здесь я уже запаял специально все но здесь была холодная пайка то есть фактически я дотронулся до провода и он отвалился вот его пришлось естественно залудить зачистить и запаять еще я подправил вот этот вот провод который идет с выхода генератора через вот это кольцо такосхемное вот оно тут было накручено закручено почему то тут наоборот оно должно быть как можно короче и вообще по идее вот это кольцо надо ставить как можно ближе к метросхеме а вот вот эту вот емкость можно было поменять местами желательно на будущее ну и две подстройки одна чувствительность это громкость регулирует так как это все таки усилитель вторая вторая глубина обратной связи но это все регулируется спокойно но почему то оно было не очень отрегулировано по этому поводу не знаю почему вот сам факт вот вам генератор собранный по схеме горелочки да и немножко неправильно еще что могу сказать дело в том что везде по умолчанию красный провод это плюс а белые или черные это минус все же почему то наоборот красный оказался землей белый а белый оказался плюсом ну я то конечно все равно не верю посторонним поэтому естественно сразу было понятно проверено что это не соответствует но так могут кто то и наколоться то есть надо все таки стандарта придержится мирового вот на сегодня у нас наверное все все таки третья часть будет уже вместе с посохом и всем остальным а сейчас я перейду на то чтобы объяснить что со мной случилось неделю назад многие конечно в курсе что 26 марта я выпустил ролик с интервью с соседкой естественно я его записывал 25 числа и все что там происходило это естественно было 25 а 26 ну понятно пока монтировал пока выпускал пока скидывал в общем выпустил 26 днем днем я к соседке пришел посмотреть как и что она оказалась лежит в постели вся больная и чуть ли не по 39 температура стал выяснять что случилось похоже схватила вирус заодно с теми бедами которые ей устроили врачи еще и подцепила больничный вирус а они обычно значительно жестче работают чем обычные вирусы а у нас тут эпидемия сейчас идет казалось бы ну нету ничего страшного я же человек закаленный вообще проблем не должно быть никаких ну естественно взялся ей помочь организовал специальную смесь которую обычно готовлю когда сам заболеваю или там жена родственники ближайшие так называемая адская смесь но я о ней описывал когда-то в одном из своих роликов вот я и приготовил сделал она выпила потом хорошо пропотела но температуру не сильно сбросила в общем заболел товарищ что с ней делать вот ну пока я там ей немного еще там рекомендации какие-то необходимые дал попросил очень сильно чтобы она не использовала никаких лекарств а то она уже успела наглотаться в мое отсутствие естественно она вызвала врачей они там к ней приходили опять кучу рецептов понавыписывали я ей запретил это все использовать естественно да и она и сама не хотела вот на следующий день я опять к ней пришел ну состояние было конечно у нее не очень учитывая что и так она перенесла столько всего а тут на тебе еще и вирус но тем не менее я пришел опять я ей сделал адскую смесь опять она там вызывала врачей и я от нее ушел начал заниматься своими делами думаю наконец запишу вот этот ролик по обзору того комплекта который мне прислали точнее продолжение и вот собрался писать тут мне по скайпу звонят за рубежа там я с ними переговариваюсь там по телефону мне кто-то звонит и чувствую мне самому становится очень плохо причем настолько резко то есть перед этим я буквально почувствовал некий удар сильнейший энергетический такой удар меня стало вести я чувствую меня накрывает какая-то волна заходит вовнутрь все внутри меня как-то переворачивается и я начинаю гаснуть конкретно а точнее наоборот загораться все это буквально в течение часа я еще успел сказать когда с человеком переговаривался по скайпу что-то со мной не так что-то происходит видать меня ударили то же самое успел сказать человеку с кем разговаривал по телефону успел забежать к соседке тоже как раз чтобы приготовить эту адскую смесь в очередной раз она говорит что там вызвала врачей надо подождать пускай уже после них и я ей тоже говорю что мне что-то не так а буквально прошли сутки ну сразу хочу сказать что мой уровень закалки очень высок для меня совершенно абсолютно ничего никаких не представляет проблем зимой выскочить полуголом на улицу пробежаться пройтись и мне ничего не будет я вообще по жизни хожу без головного убора вплоть до 10 градусов мороза а то я спокойно без шарфиков без шапок нараспашку мне ничего этого не представляет никаких проблем то есть я могу выскочить из дома нараспашку вот куртка минус 10 я там пробежался до магазина ближайшего или еще куда там бывает на рынок там подальше то есть минут 20-30 на морозе вот в таком виде для меня ничего не значит опять же умываю себя только холодной водой утром и даже вечером и бывает нахожусь в таких экстремальных условиях что я говорю что меня просто так заразить или чтобы я заболел каким-нибудь обычным заболеванием это очень сложно тем не менее вдруг ни с того ни с сего проходит сутки какой-то я получаю удар резкий и просто сгораю за час я уже через час после того как почувствовал что мне плохо уже еле ходил сознание у меня было очень сильно задавлено я вот единственное что помню успел сделать соседке и себе эту адскую смесь вот ей занес она там быстро выпила и я дополз домой лёг в постель выпил и вырубился на несколько часов жена пришла замерила температуру у меня 39 и вот фактически трое суток я почти без памяти вот так вот просыпался только там изредка то есть она там на мне рубашки меняла потому что я весь мокрый был абсолютно постоянно потел с меня столько спотов сошло не есть я естественно ничего не ел у меня обычно закон если я заболел и ещё как-то там притомился я ничего не ем ну и не до этого было в принципе в общем все трое суток я находился в состоянии таком подвешенном под 39 температура там немного меньше падала и опять подымалась в общем горел я конкретно трое суток такого быть ну я говорю просто невозможно в обычной ситуации и можно было бы подумать что все-таки да я как-то там заразился хотя за сутки инкубационный период ну просто это я чувствую обычно если даже какой-то вирус на меня все-таки вскочит я чувствую это заранее уже просчитываю ситуацию я уже давлю это все у меня постепенно это все развивается бывает сутки двое там вот оно что-то теплится пытается как-то на меня напасть мой организм сопротивляется я эти все процессы чувствую ну естественно помогаю какие-то конкретными вещами соответственно там какие-то процедуры провожу чтобы это дело загасить и обычно это кончается ничем просто гасится и все ну а если все-таки болезнь развилась все-таки я упустил момент то это тем не менее все происходит очень постепенно к вечеру там начинаю чувствовать озноб потихонечку начинает подниматься температура хотя у меня обычно чаще всего температуры нету а тут просто вот через час у меня 39 я падаю фактически и уже встать толком не могу я ходить я не мог я еле-еле там когда иногда надо было встать на 10 минут по стеночке по стеночке еле полз еще почему я понимал что это не вирус дело в том что когда вот это произошло и я начал так гореть у меня не было насморка вообще то есть чистый нос все как будто бы ничего не происходит горло обычно всегда красное при этом у меня абсолютно горло не болело ничего ни лифаузны ничего ну в общем никаких симптомов указывающих что я заболел я просто горел на 39 градусов все бы ничего можно было бы считать что все таки ну вот ну такой вот вирус ну вот так вот получилось но тем не менее я считаю на 90 процентов что это атака спецслужб и почему во первых я же говорю что я все таки парапсихолог я различаю когда просто болезнь или когда энергетический удар происходит меня ж не раз колотили но это все было значительно слабее и не так механизировано дело в том что это была именно чистая система такого электромеханического воздействия то есть какая то установка энергетическая то есть это не человек это то есть не какой то парапсихолог который там на меня навел что то нет это чисто такое механическое воздействие с биоэнергетическим потенциалом то есть у людей существуют установки естественно я об этом не раз говорил вам что то существует оно очень уже усовершенствовалось и вот этим ударом меня пытались шибить с ног и второе главное почему я подтвердил сам себе что это была атака дело в том что на вторые сутки в конце вторых суток точнее уже ночью ближе когда мне в очередной раз я засыпал а я же говорю я спал практически 90 процентов времени то есть слегка просыпался немножко приходил в себя что то там жена делала там что то мне там давало выпить из жидкости вот типа адской смеси там или там какую то малину с заваркой там липу и так далее мед лимон ну и всякие разные смеси вот и опять уходил в небытие на вторую ночь начал с такой атака через сон то есть я пытаюсь заснуть и явно идет мозговая атака которая мне в мозг пытается забить какой то спам причем это настолько было конкретно настолько это было явственно заметно мне приходилось просыпаться и от себя это отводить опять как только я пытался заснуть как только уходил в сон тут же опять плотный поток вот этого спама и опять идет мощнейшее давление то есть пытается меня что то ввести в мозг ну дело в том что еще могу пояснить что я очень хорошо разбираюсь как вести себя во сне сам и вот и жену в свое время учил и вот иногда пациентов меня просили разобнаться с возможностью ну вот когда есть проблемы со сном вот как вести себя ну точнее не самим сном а когда вас атакуют во сне какие то сущности вот или что то извне как от этого защищаться вот я учил ну естественно сам умею обороняться а тут именно идет такое давление я пытаюсь обороняться очень мощный поток валит а я нахожусь в таком состоянии у меня уже весь вымочен у меня уже нету ни сил ни возможности сопротивляться толком так как меня от одного этого удара уже просто шибли мне в общем всю мою защиту под ноль и вот так вяло шатко ну вот вторая ночь вот так вот была попытка меня вести какой то спам какую то информацию прекратить но вот третья ночь точнее уже под вечер мне вообще уже на третьи сутки в конце где то даже уже стало 37 и 7 был момент где то часов 6-7 я уже даже встал было там посмотрел ну что хоть через ком что там в мире творится глянул полчаса но больше уже не смог выдержать или продержался полчаса вот опять лег и через некоторое время у меня опять начала повышаться температура по 39 ну там 38 6 7 где то вот так вот и чувствую вот когда я начинаю засыпать опять пошел этот мощный спам мощнейший я как-то отбился моменты были ну а ночью когда заснул конкретно уже ночью пошел такой поток безудержный в общем почти полночи меня пытались ну просто забить этим спамом били мощно уже даже жена не выдержала потому что я постоянно крутился как уш на сковородке она явно это видела что я постоянно просыпаюсь опять засыпаю просыпаюсь засыпаю я поворачиваюсь на тот бок на этот ну чтобы проснуться и чтобы снять с себя вот это вот наваждение которое на меня несут вот я пытаюсь разворотом это сделать то есть прыгнулся на другой бок оно все прекратилось начинаю засыпать опять идет поток и вот так почти полночи в конечном итоге где-то посреди ночи это прекратилось и все утром я встал у меня 36,6 но слабость была неимоверная я потом еще несколько суток пытался как-то прийти в себя у меня уже все посветлела голова все я уже начал более-менее соображать нормально уже не было вот этого давления то что вот горящего что мост горит ну и уже это уже и компьютер все там все все начал смотреть но вот пытался уже который раз подходил пятый раз я говорю пытаюсь подходить для того чтобы провести обзор этих комплектов и все никак вот все мне просто сил не хватает но сейчас уже собрал силы и наконец что-то вам выдал так что я больше чем на 90 процентов уверен что это атака спецслужб для чего почему сами подумайте они наконец поняли что такое посох и для чего он нужен и чем он грозит для их я еще одно не рассказал по посоху возможно самое главное потому что у меня нет стопроцентной гарантии того что это на самом деле так но тем не менее придется рассказать потому что мало ли что дальше произойдет дело в том что этот посох еще может лечить одержимость что это значит ну парапсихологи и психологи все знают что есть такие вот когда человек одержим или у него какая-то сущность то есть раздвоение личности и у него ну традиционно называется лярва то есть энергетический сгусток энергетическая сущность она в shoulder находится внутри человеческой души и паразитируют то есть энергетический паразит которая находится внутри человека и управляет то же само это традиционно называется бесенок чертенок и так далее Вот что-то подобное. Вот эти сущности, они заставляют человека делать то, что они хотят. Вот почему человек превращается в анонфетического вампира? Потому что там сидит вот такая сущность, которую им управляет и заставляет других людей делиться своей энергией. То есть выводит их из себя, через нервные эти все дела и все остальное. Так этот посох способен выводить этих сущностей. Но, к сожалению, у меня не получилось это стопроцентно вывести и доказать. Но опыты, когда я проводил, у меня они были очень успешные. Но до конца я их не могу провести, потому что у меня не столько много людей с содержимостью, которых я смог привлечь на то, чтобы они участвовали в эксперименте. Просто дело в том, что пока еще начало, первые 2-3-4 сеанса, они еще как-то терпят, выдерживают вот эти сущности, которые внутри. Но когда они чувствуют, что все им конец, что они уже на грани и их сейчас вытолкнет эта энергия посоха, они настолько начинают сопротивляться, что люди просто вот они... Я договариваюсь с человеком, говорю, вот приезжай ко мне, вот проведем сеанс, уже фактически окончательный. И вероятнее всего, не сегодня, не завтра уже эта сущность выскочит. Мы ее победили. Человек едет ко мне, разворачивает машину и езжает назад. Я его жду, говорю, спрашиваю, в чем дело-то, почему повернул? Я, говорит, не могу доехать до тебя. И вот таких несколько случаев у меня уже было, которые вот люди просто разворачиваются и боятся их. То есть вот эта сущность, она настолько начинает трястись, настолько их в панику бросается, что заставляет их разворачиваться. Да мне люди не могут доехать. Я не могу стопроцентно гарантировать. А я, как вы знаете, я сперва провожу эксперименты, сто раз это все проверяю и перепроверяю, вот как с посохом тогда, вот когда я выдал эту сенсацию, что возможность накачки ауры. Я провел сотни, многие сотни экспериментов, прежде чем доказал сам себе это все, гарантировал и только тогда выдал остальным. Но сейчас, к сожалению, мало ли может быть время упущено или как. Поэтому можете экспериментировать. Если у вас есть те, которые заражены вот такими сущностями, попробуйте их изгнать. Но, правда, тут есть свои нюансы. Надо быть очень осторожным, потому что эти сущности, они могут в панике на вас напрыгнуть. Имейте в виду. То есть вы должны быть готовы к этому. Я то готов. А вот как вы, не знаю. А теперь все. До свидания. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok